Во втором десятилетии 21 века люди стали редко вспоминать о легендах и мифах. В нашей суетливой жизни мы почти не обращаемся к мудростям фольклора. Да и где ему взяться среди каменных джунглей современного мегаполиса? Но есть в нашем мире удивительные места, где все еще живы народные сказания о духах природы, русалках и привидениях. Одно из таких мест – озеро Ханга. Это не просто самое крупное озеро Дальнего Востока с уникальной экосистемой. Это колыбель удивительного фольклора, поражающего своей поэтичностью. Наша команда отправилась в Ханкайский район, чтобы узнать как можно больше легенд озера и выяснить, как рождается настоящий фольклор. Ханка – это реликтовое озеро ледникового происхождения. Оно расположено на границе приморского края России с китайской провинцией Хэйлунцзян. Озеро имеет площадь более 4000 квадратных километров. В водах Ханки обитает более 70 видов рыб. В разное время года здесь также можно встретить множество видов птиц, многие из которых относятся к гнездящимся. Но насладиться красотами Ханки нам предстоит чуть позже. Прежде всего, нашей съемочной группе необходимо посетить одно очень важное место. Наша первая остановка – село Камень-Рыболов, расположенное на западном берегу Ханки. Это административный центр Ханкайского района с населением чуть более 10 тысяч человек. Честно сказать, туристам здесь делать нечего. Можно рассматривать Камень-Рыболов как перевалочный пункт. Заехали, перекусили и дальше – на рыбалку или кемпинг. Но для нас Камень-Рыболов – это ключевой пункт в изучении легенд озера Ханка. Уже само название села Камень-Рыболов является частью ханкайского фольклора. Есть три версии происхождения этого необычного топонима. Первая говорит о том, что когда-то на берегу Ханки находилась большая скала с небольшой пещерой внутри. Во время прилива рыба попадала в эту пещеру. Поэтому люди и назвали ее Камень-Рыболов. А позже так стал называться Военный пост, основанный русскими казаками во второй половине XIX века. Вторая версия гласит, что когда-то на месте села был густой лес и труднопроходимые овраги. Только один переселенец решил остановиться в этих местах. Все сидел днями напролет на камне и ловил рыбу. А позже к нему присоединились и другие переселенцы. Так эти места и назвали Камни-Рыболовов. А потом сократили для удобства произношения. Третья же версия, на мой взгляд, наиболее логичная. Рыболовами называли бакланов, морских птиц, часто сидящих на скалах озера Ханка. А теперь мы с командой посетим библиотечно-музейный центр в Камне-Рыболове и узнаем у краеведов о самых интересных легендах этого загадочного озера. Бывший наш работник, краевед Людмила Степановна Мерзлякова. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Но она краевед от мозга костей, можно сказать. Проделала огромную работу и собрала вот эти легенды. И, можно сказать, благодаря ей был создан вот этот вот альбом «Легенды Ханкайской долины». Этот альбом рукописный и легенды собраны вот в такой вот альбом. Легенда о туристе, дамы с лотосом. Они носят такой воспитательный характер, что надо бережно относиться к природе. Ну и, конечно, фольклор, он всегда как-то привлекает. У каждого народа есть свои сказки, есть свои были. А почему им не существовать у нас, у нашего ханкайского народа? Поэтому я думаю, что они нужны. Благодаря стараниям сотрудников Центрального дома культуры, легенды озера Ханка стали общедоступными. О большинстве из них можно подробно прочитать в интернете. Некоторые из них мы вам перескажем. Ну а самая удивительная легенда расскажет местный житель, случайно встретившийся нам в Камне-рыболове. Ну я вообще-то коренной житель Дальнего Востока. Но вы же наверняка что-то вот слышали за всю жизнь про легенды. Вы не могли бы рассказать, что вы вообще знаете об этом? Ну что я могу вам рассказать? Есть тут такое существо, дед Ханкай. Знаете такого? Слышали? Да. Вот зверушек, все это, смотрит рыбу, прочее. Я даже его видел два раза. Я хожу на речку, вот пара говорит, смотри, дед какой-то сидит. Ну-ка пойду-ка посмотрю, как клюет. Похожу, нету ни деда, никого. Это что такое легенды, стация у меня или что. Вышел опять туда, откуда я его видел. Нету. Пропал, не попадается людям. Я его случайно увидел. И второй раз, когда ехал там по рисовым полям, тоже видел. Смотрю, стоит, думаю, сейчас голосовать будет. Подъезжаю, нету. Вот такие вот пироги, да. Если рассказать еще о той легенде, которую придумали мы совсем недавно, ну это вот решили сделать тоже так, чтобы у нашего ханкайского района был тоже свой оберег. Придумали такой образ дед Ханкай. Дед Ханкай – это персонаж поэмы Ларисы Анаприенко, выдуманный дух приханковья, охраняющий природу от злых сил. Послушайте небольшой отрывок из этой поэмы. Только помни, дед не любит тех, кто жизнь не бережет, кто зверей жестоко губит, кто сверхнужного берет, кто закон не уважает, ни природный, ни людской, красоту уничтожает ради выгоды мирской. Вот так и рождается настоящий фольклор. Выдуманный персонаж легенды обрел жизнь вне литературного произведения. Возможно, через какое-то время люди забудут первоисточник, и дед Ханкай будет жить в устных сказаниях местных жителей. А теперь мы отвлечемся от местной поэзии, чтобы рассказать вам о более приземленных вещах. Сейчас мы с командой подходим к так называемой скале смерти. В гражданскую войну японские оккупанты казнили здесь русских партизан. Говорят, это место с особой энергетикой. Думаю, сейчас мы в этом убедимся. Летом 1971 года Приморский край посетили студенты из ленинградского стройотряда «Спектр». Молодые строители узнали о том, что когда-то в этом районе проходили массовые казни. В память о погибших ребята установили на этом месте две бетонные плиты с памятной табличкой. Вот с этого обрыва японцы сбрасывали вниз партизан, и они разбивались насмерть. Разные источники сообщают, что массовые казни здесь проводили либо белоквардейцы, либо японские оккупанты. Свидетелей тех событий уже не осталось. Зато остался памятник, созданный в традиции советского конструктивизма. Некоторые называют его «воротами в другой мир». Место очень красивое, но правда оно вызывает такую жуть. Когда смотришь вниз, конечно, становится страшновато. Те, кто бездумно пытаются забраться на эти камни, срываются, конечно. Люди гибнут и сейчас. Мы со съемочной группой были осторожны. И лично я никакой темной энергетики здесь не ощутил. Вернемся к современным легендам Ханки. Одна из них появилась сравнительно недавно, и по всей видимости, корни ее растут далеко за пределами России. Местные рыбаки рассказывают, что в водах озера живет некое существо, способное утащить на дно взрослого человека. Говорят, что на озере Лохнесс в Шотландии живет так называемое лохнесское чудовище. Конечно, подобная байка о монстре родилась и здесь, на озере Ханка. Нет ни одной фотографии или видеозаписи ханкайского чудовища. Да и чудовищем его называют лишь в рукописном сборнике ханкайских легенд. Вот тут, значит, все байки старожилов, долетевшие до нас со Спасских берегов, связанные с этим моментом, не имеют никаких документальных подтверждений. Лишь несколько свидетелей, видевших черную спину в грязной воде. И дворняжка, проживающая на импровизированной ханкайской турбазе. Ну а сами старожилы в основном говорят, что все это сказки и выдумки журналистов. Хотя встречаются разные объяснения. Ну это, да, вероятно всего, если что-то и видели, то это, может быть, была спина какой-то рыбы. Потому что и самы достигают огромных размеров. И раньше водилась и калуга в нашем озере. Но она тоже достигала огромных размеров. Продолжая тему рыбалки, нельзя не отметить, что хоть ханка и является настоящим раем для рыбаков. Только природе это идет явно не на пользу. Берега озера усыпаны мусором. От целлофановых пакетов и банок до закопанных шин. Ну, ханка не может быть априори сейчас чистым. Дело в том, что вокруг очень много угодий, не угодий, как сказать, а аграрный сектор. Очень много сливается с полей, туда химикатов, и со стороны Китая, и со стороны России. И очень печалит, очень удручает то, что много отдыхающих и рыбаков, которые приходят и отдохнуть, и как-то время провести, может быть, за добычей за какое-то. Составляют за собой горы мусора, не понимая, что следом за ними приведут другие, оставят еще горы, такие же. Похоже, что некоторые легенды ханки придумали специально, чтобы, если не запугать, то пристыдить вредителей природы. Одна из них – это легенда о туристе. Ходят слухи, что из вод ханки появляется молодой человек, внешне напоминающий заблудившегося туриста. Он ничего не просит от людей и не отвечает на вопросы. Зато у отдыхающих появляется необъяснимое чувство стыда и тревоги. Через некоторое время дух туриста растворяется. Другая версия гласит, что турист – это дух молодого студента, утонувшего в водах ханки. Он разругался со своей девушкой, узнав о ее многочисленных изменах, и решил свести счеты с жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Озеро предупреждает – природа устала от постоянных вредителей. Если вы встретили туриста, то лучше покинуть место отдыха и обязательно убрать за собой мусор. Да, в детстве я слышал такие страшилки. Родители пугали нас, чтобы поосторожнее, поаккуратнее себя вели около большой воды, потому что большая вода, так же, как и море, так же, как и озеро, она беспечности и баловства не прощает. Поэтому это, наверное, все-таки на уровне фольклора. Неудивительно, что многие легенды ханки связаны с настоящей жемчужиной этих мест – цветком лотоса. Мы приехали на ханку ранней весной, и прямо сейчас заснять лотосы не получится. Они начинают свести примерно в конце июля. Но на этот случай у нас есть магия монтажа. В легендах Ханкайской долины лотос символизирует самопожертвование и чистую любовь. В одном из мифов девушка по имени Лото пожертвовала собой ради любимого, не ответившего ей взаимностью, и ее душа превратилась в нежный цветок. Одна из самых мистических легенд ханки рассказывает о даме с цветком лотоса. Встретить даму с лотосом – это дурной знак. Кто-то говорит, что это дух утопленницы. Другие рассказывают, что так само озеро предостерегает людей от злых помыслов. Ведь ханка таит опасность для тех, кто ведет себя слишком самонадеянно и не соблюдает законы природы. В том году был такой прецедент, был такой случай. Я не знаю, с чем можно это объяснить – халатностью или невнимательностью. Если учесть еще погодные условия, в то время был сильный разлив воды. Ветер, волны, семья погибла, остался ребенок, вынесло его на коряжник. Ребенка удалось спасти с переохлаждением, но ребенок остался жив. Ну, печально, конечно. Нужно быть внимательнее, осторожнее. Нельзя не отметить, что в фольклоре ханки нашлось место и для славянской мифологии. Я слышал легенду такую о девчонках, которые неизвестно откуда, в какое время, как появляются, и также исчезают. То есть, буквально секунды какие-то проходят, то есть, люди не могли скрыться, куда-то спрятаться. То есть, откуда взялись и куда пропали, неизвестно. Наверное, это и есть те самые русалки, о которых судачат в народе. Не стоит путать диснеевскую русалочку и русалок из славянского фольклора. Ариэль – это вовсе не русалка, а морская дева. А вот наши русалки живут только в пресноводной воде, и рыбьего хвоста у них нет. И вообще, русалки – это души утопленец. Так можно ли в итоге сказать, что легенды ханки – это псевдофольклор, имеющий конкретных авторов? И да, и нет. По-вашему, может ли быть такое, что древние народы каким-то образом могли передать постным народам, которые сейчас живут? Нет, я думаю, что это нет. Нет, это не так древние. Это уже более, может быть, когда появились здесь, когда были установлены вот эти вот границы, когда появились казаки. Тогда вот, может быть, надо было людей чем-то развлекать, и придумывались эти сказки. Я вот даже не знаю, сколько лет существуют эти легенды. Но я не думаю, что у них вот такое прям древнее начало. Нет. Кто знает, сколько еще существует сказок в устном народном творчестве? Услышим ли мы о них когда-нибудь? Или они утекут из народной памяти навсегда? Время расставит все по своим местам. Ну, что-то да, что-то еще как-то вот в разработке есть, какие-то небольшие такие, ну, легенды были. Ну, пока вот это то, с чем мы работаем. Обо всех этих мифах вы можете подробно прочитать в интернете. Но лучше приезжайте на Ханку, чтобы своими глазами увидеть эти места и ощутить их неповторимую энергетику. Это был проект «Тайны Приморья». И я его ведущий Илья Клименко. Берегите природу, будьте счастливы и верьте в чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok